Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Татьяна Ионкина мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Эксперты концерна «Росэнергоатом» отметили 12 положительных практик в деятельности Смоленской АЭС. Подведены итоги Дня охраны труда на предприятии. В Десногорске открылась выставка известного художника. Награждены победители викторины «Атомный эрудит». На плановом совещании с руководителями подразделений, исполняющей обязанности директора станции Алексей Лещенко, сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На данный момент в работе 26 энергоблоков, 8 блоков в ремонте, выработка с начала месяца 102,4%, по году 99,8%. За год 120 миллиардов, 169 миллионов. 22 августа после полуночи энергоблок номер 2 Смоленской АЭС действием автоматики отключен от сети для проведения работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В данный момент на Смоленской АЭС в работе первый энергоблок. Общая мощность составляет 978 мегаватт. Энергоблок номер 3 с 5 июля находится в плановом капитальном ремонте. 19 августа комиссия концерна «Росэнергоатом» завершила плановую комплексную проверку обеспечения безопасности Смоленской АЭС. Оценки подлежали 9 функциональных областей деятельности филиала. Возглавил команду из 20 экспертов руководитель управления инспекцией безопасности атомных электростанций Михаил Молчанов. 10 дней эксперты анализировали на Смоленской АЭС практику эксплуатации, результативность проведения технического обслуживания и ремонта, эффективность действующих систем инженерной поддержки, использование опыта эксплуатации, управление ресурсом оборудования атомной станции, состояние противопожарной и радиационной защиты, функционирование системы менеджмента качества, противоаварийное управление, подготовку и квалификацию персонала. На завершающем совещании председатель комиссии Михаил Молчанов подвёл предварительные итоги, подчеркнув, что безопасность филиали обеспечивается на должном уровне. Свои выводы члены комиссии основывали на анализе документации, наблюдениях за работой персонала, бесед с руководителями Смоленской АЭС, обходах энергоблоков и хранилищах АЯТ. Как отметил исполняющий обязанности директора Смоленской АЭС Александр Лещенко, комплексные проверки – одно из важнейших мероприятий, которые концерн «Росэнергоатом» реализует для подтверждения надлежащего выполнения международных и российских требований по обеспечению безопасности атомных станций. Работа вот таких проверок очень важна, потому что позволяет прийти и смотреть на себя, прийти и смотреть на себя. По мнению экспертов, атомным станциям России будет полезно изучить, например, то, как Смоленская АЭС использует для самооценки эксплуатационной безопасности специально разработанный на базе Excel-бланк – визуализацию для пропаганды соблюдения правил при работе со вскрытым оборудованием, как организована система привлечения персонала к функциям управления ремонтом и радиационный мониторинг. Результаты инспекции будут включены в итоговый акт, подписание которого состоится в Центральном аппарате акционерного общества «Концерн «Росэнергоатом». 19 августа подведены итоги Дня охраны труда на Смоленской атомной электростанции. В этом месяце он прошёл под знаком соблюдения требований безопасности при выполнении работ с вредными веществами, легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями. Комиссии под председательством руководства Смоленской АЭС проверяли на соответствие требованиям охраны труда Центра общественной информации «Нитрино», закреплённое за административно-хозяйственным отделом, блочные щиты управления номер 1, 2, рабочее место начальника смены станции, помещение отдела инженерно-технической поддержки и эксплуатации. Как отметил главный инспектор Рамиль Галиев, во время обходов выявлен ряд замечаний. Те, что не требовали материальных затрат, оперативно устранены. По остальным будут реализованы корректирующие меры. В зоне особого внимания – организация эксплуатации электротехнического оборудования. По специально разработанным чек-листам проведены выборочные самопроверки. Их результаты после анализа специалистами отдела охраны труда лягут в основы мероприятий по повышению безопасности работы с электроустановками. Прорабатывается вопрос приобретения дополнительных технических средств для обучения персонала. В августе начались показательные обходы рабочих мест подрядных организаций. Я чувствую сталкиваться с тем, что руководство подрядной организации не знает состояние дела на рабочих местах. Они делегировали это, скажем так, с среднему звену. Руководство среднего звена – мастера, прорабы, начальники участков, но не выше. Сами периодически не выходят. Это нам позволяет показать именно то состояние дел, которое находится на тех рабочих местах. Я думаю, что это приживется как положительная практика, и мы дальше продолжим с этим. Следующее подведение итогов Дня охраны труда состоится 16 сентября. Выставку работ, известного в России и за рубежом, художника Бато Дугаржапова в рамках программы «Территория культуры Росатома» представила Госкорпорация «Росатом» совместно с галереей МастАрт. На экспозиции представлено более 50 работ этого гениального мастера. На данной выставке мы видим разные работы, в том числе выполненные на пленэре, выполненные в помещении, выполненные по какой-то фантазии художника. Но они объединены тем, что они содержат в себе вот эту вот идею мимолетности сегодняшнего дня, настроения, времени суток. Все они содержат в себе действительно такой свежий ветер. Бато Дугаржапов родом из Читинской области закончил Московский художественный институт имени Сурикова, монументальную мастерскую профессора Максимова. Он член Московского союза художников Международного художественного фонда, обладатель премии Гран-при при благотворительной организации «Ренессанс XXI века». Его работы покупаются и хорошо известны не только у нас в России, но и за рубежом. Картины для этой экспозиции подбирались так, чтобы в них посетители могли увидеть характер мастера, его душу, мысли. Каждая работа наполнена светом. Цветовая гамма удивительная. Десногорцы, которые посетили выставку, в восторге от увиденного. Здесь какой-то всплеск. Я сбежала. Красиво. Много цвета и много чистоты. Какая-то нежность, воздух, цвет. Всё здесь. Вот это даже не опишешь. Вот какой-то вот душа это почувствовала. И за это большое спасибо. За это проникновенное какое-то ощущение прекрасного мира нашего. Выставка работ Бато Дугаржапова пробудет в городе до 23 сентября. СМОЛЕНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 16 августа заместитель директора Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий вручил заслуженные награды лучшим знатокам Десногорска, которые первыми дали правильные и развернутые ответы на вопросы первого и второго туров викторины «Атомный эрудит», посвященные первостроителям и ветеранам атомной отрасли. Чистое умение победителей состоялось в интерактивном классе Смоленской АЭС в ЦОИ «Нитрино». По итогам первого тура победителем стал мастер электроцеха Смоленской АЭС Сергей Пытылев. Во втором туре сразу двое эрудитов разделили победу. Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Алла Мосягина и инспектор отдела по контролю за обеспечением безопасности Смоленской АЭС Вера Дияшина. Приветствуя лидеров, Анатолий Терлецкий отметил, что интерес жителей Атомграда к информационно-образовательному проекту, стартовавшему на атомной станции в прошлом году, неизменно растет. Второй год подряд проходит викторина АТОМ и РУБИТ. В том, что у нас в этой викторине приняло участие 25 человек. Конкурс «Викторина» наша посвящена как истории атомной энергетики, в целом истории Смоленской АЭС, так и будням сегодняшним всего нашего, всей отрасли. Как можно чаще читаете нашу прессу, участвуете в викторинах, конкурсах и рассказываете о нашем доблестном, красивом, замечательном городе Десногорске своим детям? Часть ответов были мне известны из истории атомной энергетики города Десногорска. Конечно, все неизвестно, пришлось почитать статьи, газеты. Сейчас у нас 20-й век, век интернета, много статей, газет, форумов о первостроителях города Десногорска. Хочу сказать спасибо, что существуют такие викторины. Благодаря ним много людей невольно даже узнают об истории города, первостроителей города Десногорска, Смоленской атомной станции. Старину видела еще в прошлом году, что были напечатаны в номерах Смоленского атома, но как-то не решалась принять участие. В этом году принимала участие и в первом туре, и во втором улыбнулась удача. В городе Десногорске я проживаю не так давно, 4 года, сама родом из Калужской области, и как любому гражданину, который переезжает в другую область, заинтересовала история города, история развития Смоленской атомной станции. И такая викторина, я считаю, позволяет, во-первых, для себя узнать что-то новое о городе. Всем победителям вручены дипломы и призовые сертификаты. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok